Уважаемые коллеги, в сегодняшнем мероприятии участвует я, руководитель Федерального космического агентства Комаров Игорь Анатольевич, Александр Николаевич Иванов, первый заместитель руководителя Федерального космического агентства Роскосмос и председатель Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов, а также Соловьев Владимир Алексеевич, первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» и руководитель полета российского сегмента Международной космической станции. Начнем с сообщения. 28 апреля 2015 года в 10 часов 9 минут 50 секунд московского времени с космодрома Байконур с использованием ракеты-носителя «Союз-2» при проведении летно-конструкторских испытаний осуществлен запуск транспортного грузового корабля «Прогресс-М-27М». Пуск и полет ракеты космического назначения проходили в штатном режиме. Однако за полторы секунды до расчетного времени отделения корабля от третьей ступени ракеты-носителя зафиксировано пропадание телеметрической информации. При этом впоследствии было установлено, что отделение транспортного грузового корабля прошло своевременно. В результате проведенных 28 апреля мероприятий работоспособность телеметрической системы частично была восстановлена. При этом выявлено, что ряд агрегатов и систем корабля функционируют в нештатном режиме. Тест системы управления движением и навигацией с использованием бортового телевидения транспортного грузового корабля установил его вращение около 90 градусов в секунду. Кроме того, средствами контроля космического пространства зафиксировано, что транспортный грузовой корабль и третья ступень ракеты-носителя находились на орбите выведения на расстоянии около 30 километров. В ходе проведения дополнительного тестирования системы агрегатов корабля уже сегодня, 29 апреля, установлены отказы отдельных элементов и узлов транспортного грузового корабля, а также выявлено отсутствие герметичности в магистрали блока двигательной установки. В связи с этим продолжение полета транспортного грузового корабля и его безопасная стыковка с МКС не представляются возможными. В настоящий момент ведется контроль бортовых систем транспортного грузового корабля и прорабатываются дальнейшие варианты затопления корабля. Орбиту корабля мы контролируем и о развитии событий будем сообщать. Вопросы, которые решены или решаются в связи с нештатной ситуацией, возникшей на корабле «Прогресс М-27М», это обеспечение нормальной работы МКС, обеспечение безопасности дальнейших полетов и контроль схода транспортного грузового корабля с орбиты. Я предоставлю слово коллегам Иванову Александру Николаевичу, первому заместителю руководителя Роскосмоса и председателю Государственной комиссии по проведению летных испытаний и пилотируемых комплексов. Ну, я буквально объяснил несколько слов по развитию всей ситуации. Как теперь, Антонич, вам доложил, пуск ракеты космического назначения, полет ракеты космического назначения проходил штатно, было зафиксировано отделение космического корабля. По результатам большеполётного информации было обнаружено, что у нас за полторы секунды до отделения от пропалок геометрическая информация, как в бортах ракеты носить туда, так и шла не совсем штатно сбойная с космического корабля. Первые сутки были потрачены практически на то, чтобы оценить ситуацию, которая возникла. Осознать, понять, что происходит, получить геометрическую информацию, заметила состояние всех систем корабля. После того, как была установлена достаточно по другим, по резервным каналам, связь с кораблём, такая, которая позволила получить нам информацию, мы приступили к оценке систем, проработке всех вариантов дальнейших действий с космическим кораблём. В первую очередь, естественно, речь шла о том, чтобы принять все меры с спасением и спасением космического корабля, обеспечить стыковку СНКС. Но по результатам дальнейших исследований, экспериментов, которые проводили сегодня главный оперативный орган управления Центром управления по дорогам проводил сегодня, начиная с тех летков, когда в зоне видимости появился корабль, было установлено, что дальнейшая проверка систем, подготовка системы стыковки СНКС невозможна. У нас в негерметичном магистрале корабль вращается, скорость вращения корабля достаточно серьёзная, оборот делается за 4 с лишним секунды, по данным нормам за 5 секунд. Поэтому было принято решение максимально обеспечить безопасность, отказаться от предполаганий стыков СНКС и начинать все мероприятия по подготовке к своду с орбита корабля и затоплению его. Что произошло конкретно в данной ситуации? Скорее всего, это некая нештатная ситуация, связанная с разделением корабля и ракеты-носителей. Кто и как в этом виноват, сказать сейчас нельзя. В соответствии с положением Государственной комиссии создано подруга Государственной комиссии, которая занимается анализом этой нештатной ситуации и готовит все необходимые предложения для того, чтобы участвовать при подготовке и проведении следующих пунктов. Сразу хочу отметить о том, что в соответствии с планами коллективного полёта у нас запланирован запуск космического корабля «Союз-Тума» на 26 мая. Запуск космического корабля «Союз-Тума» проводится с использованием другой ракеты, «Союз-ФГ». «Союз-2» — это глубокая модернизация ракеты «Союз». Здесь используется другая система управления, некие конструктивные элементы используются другие. Поэтому особо сказать, что это одинаковые ракеты, нельзя. Есть отдельные элементы, которые подходят. И вот эта работа вот той комиссии, которая организована, рабочей группой, в первую очередь будет обеспечена на то, чтобы получить нам все материалы, чтобы отнести те стороны, которые касаются следующего полёта КМКС. Естественно, все решения будут приниматься только после того, когда будут получены все необходимые заключения и подтверждена полная способность ракеты «Союз-ФГ» выполнят поставленную задачу. Хотя особых сомнений на настоящий момент нет. Ракета «Союз-ФГ» сертифицирована несколько лет назад для выполнения квалатерных полётов, и нареканий к ней и действиям у нас не было. Вот, вкратце, состояние с родителями штата и ситуации с нашим дальнейшим классом. С вашего предполагения, Валерий Алексеевич доводит по состоянию на МКС и по дальнейшим действиям. Добрый день. Добрый день. Ну, прежде всего, у вас, наверное, интересуют вопросы безопасности. Я хотел бы сказать следующее, что грузовой корабль «Прогресс» находится на существенно более низкой орбите в порядке 200 км килограмм, вопогея 190 км впереди. Как известно, Международная космическая станция находится на грузовой орбите в порядке 420 км. Поэтому вот иногда проходит вопрос о том, что не столкнуться, а нет, не столкнуться, и не будет. Что касается запасов топлива, провизии, ну, то есть, всех элементов, которые обеспечивают, как мы знаем, диспанад среду опекания, у нас, в соответствии с нашими международными правилами, есть обязательный закон, который предполагает резервное наличие на целый этап, а этап, например, до следующего пункта, либо союза грузового корабля, техникам необходимых и не имеется. Поэтому, когда мы только почувствовали какие-то возможности грузового корабля не добраться до станции, к сожалению, мы тут же еще раз провели анализ всего, что у нас находится на борту, и я могу совершенно ответственно сказать, что у нас достаточно всего и запасов кислорода, и запасов смены элементов кислорода, топлива, воды, для того, чтобы продолжать подорвать, ну, достаточно надежно, безопасно, и дождаться в следующем пункте завод корабля. Но такой, в общем-то, серьезной модификацией программы мы не предположим, мы будем продолжать наш методовый полет. У нас, как известно, начался месяц назад с методовой программой полетной. Мы довольно успешно уйдем к большому количеству на дорогу, особенно медицинских, медико-филологических экспериментов. Поэтому, то есть, монарх, это у нас, соответственно, с программой будущего, какие-то вопросы, я буквально час назад поздоровался с космонавтами. Официально в том направлении полетной группы у них очень хорошие устранения, ну, конечно, они озабочены вот этим неприятностям, но, тем не менее, они готовы продолжать нашу программу полетной месяц. Все. Уважаемые друзья, здравствуйте, меня все знаете, значит, давайте наши начинается, прошу ограничиться вопросами, которые связаны с сегодняшней темой, по возможности, и, пожалуйста, задавайте вопросы в обычном режиме, представляемся, и начинаем работать. Пожалуйста, доберем. Там что-то лежит, по-моему. можно ли баллистически рассчитать, куда упадут нестаревшие фрагменты прогресса, на какой территории он будет уходить в Москву, и такие страны могут, так сказать, рассчитывать на подарочные. ситуация какая-то, во-первых, наш опыт затопления конструкции корабля прогресса показывает, что элементы конструкции корабля, я вот буду говорить, не долетают до поверхности земли, не зафиксированы на таких случаях, и, значит, как правило, сгорает, да, фокус от атмосферы до высот порядка 60 километров, как мы пропустим в день, сколько километров, там, по сути, сделаем еще сильные дозитая. Более трудные конструкции, конечно, когда мы копеем станцию Мир, это 140, ну, там, естественно, что-то заходит. Что касается расчета над территорией такого государства, вот это мы будем принимать примерно за, ну, скажем так, несколько суток, за 8 суток. Сейчас ориентировочно у нас предположительно залога раз продажи вершин военни там 5-7 мая, ну, а вот самую собственную территорию мы будем выбирать 10 кг. Спасибо. Пожалуйста, дальше. Договорите. Самой, Александр, Москва 24. Самой, Александр, Москва 24. Игорь Анатольевич, наверное, вопрос будет по поводу ВВС США обнаружили 44 обломки. Есть ли у вас какая-то информация о том, что обломки обнаружены? Александр Николаевич, Иванов, ответ на вопрос. Давайте я отвечу. Значит, о том, что 44 обломки обнаружены, это вообще-то говорится пока ни о чем. У нас уже неоднократно бывали из-за истории космонавтики подобного рода нешатные ситуации, когда проходила авария в момент произведения, и после этого нарад нашими средствами космического контроля фиксировались в районе вот этой аварии определенные оголки. Очень часто, очень часто, когда проходила идентификация этих оголков, устанавливалось, что это элементы конструкции, которые отходили от ступеней ракеты-носителя штатно в момент произведения, или толкатели, или корпуса толкателей, или пружины, или еще что-то. Поэтому в настоящий момент статистики вообще-то такой у нас нет, но мы, когда получим уточенные данные, мы проведем еще раз сверху все. Возможно, это те детали, элементы, которые являются элементами третьей ступени ракеты-носителя, которые штатно отбираются в момент произведения. Пока сказать, что это однозначно обломки чего-либо нельзя. Пожалуйста, дальше. Да, пожалуйста, Вик. Вопрос можно ждать окончания работы комиссии, когда мы уже по причине требовательства. В соответствии с регламентом, здесь у нас по плану 26 мая запланирован пуск союза ФГ с космонавтами на Барковку. Заседание госкомиссии по подготовке к этому запуску запланировано на 13 мая. До 13 мая мы обязаны эту работу закончить, для того, чтобы внимательно, однозначно, уверенно, спокойное решение. Пожалуйста, дальше. да, пожалуйста. Агентство Франц Пресс, скажите, пожалуйста, а вот со знамями победы, точнее, с обходной все-таки, что? Оно там или оно антигерс? Я скажу его. Ну, я вам скажу про знамя победы, что происходит большой интерес. Действительно, знамя победы находится на станции, вот его туда прибылся Гимаш, который отправился на полюс, на самом деле парадури, это моя ошибка, я на самом деле вчера, конечно, об этом надо было сказать уже заранее, но, к сожалению, просто, вчера был сложный день, я, естественно, к сожалению, не буду с вашим познанием уже там, вот, и, соответственно, когда будет поздравление нашего экипажа, мы его планируем с 9 мая, все его увидят и не волноваться по этому полному не стоит. На прогрессе, который сейчас на будет сложной ситуации, не на прикратном никого знамени нет. Общие затраты на пуск ракетоносителя и транспортного грузового корабля составляют 2 миллиарда 589 миллионов рублей, из них, так сказать, матчасть, то есть, собственно, ракетоноситель, обтекатель и грузовой корабль около 2 миллиардов миллиард 986, если не ошибаюсь, миллионов рублей, это совпадает со стоимостью страховки, на эту сумму была как раз и застрахована, скажем, материальная часть ракетоносителя, корабля и обтекатель. остальное составили затраты на пусковые услуги, транспортировку и работу центра управления и всех остальных. Невозврата нет, есть просто те услуги, которые оказаны и они должны быть оплачены. Все материальные затраты, которые были потеряны, а именно стоимость, еще раз повторю, ракетоносителя, обтекателя и грузового корабля полностью будут компенсированы по существующему страховому договору. Пожалуйста, дальше. Да, да, давайте. Смехи со сладочной всей ситуацией будет ли перенос замуж до августа адреса на более ранее. Я должен сказать, что Валерий Алексеевич докладывал, что экипаж НКС обеспечен всем необходимым. Мы провели сверху. Необходимо оборудование кондиции, продукты питания, вода, топливо, все и нет. Поэтому мы просто проведем корректировку запусков двух прогрессов, которые в этом году. Один будет поставлен на третий квартал этого года и второй четвертый. Пожалуйста, дальше, Кэм, пожалуйста, вы сейчас давайте вы там, что вы не будете здоровы. Выключите, да. Да, я, прошу прощения, я, Алексей, уже посвечала, хотел уточнить, все-таки скуса с объекта, контролируется, когда ему и насколько были крисы, что обломки могут у вас ударить на землю. Еще раз. Еще раз я повторяю, во-первых, обломки, обломков, достаточно много прогрессов, мы каждый год четыре прогресса и подвески, с кладежей. Мы специально фиксируем на этой территории в районе Тихого океана и мы ни разу не смещали случаев, что до поверхности земли что-то долетает. Значит, что касается текущего контроля, мы сейчас побеседуем с вами, я поем в Центр управления полетом, сегодня в 3 часа 40 минут дежурная смена Центра управления пролетом выйдет на связи с этим кораблем. Будут включены телеметрические системы оценены радио-контроля то есть не надо думать, что он находится в исходном состоянии и мы его уже бросим. Мы его увидим и будем это продолжать до тех пор пока это не говорим. Пожалуйста, давайте Планик, через место. Как пожалуйста, какая энергия в последнее время так хорошо дела и в ваше действие в отношении каэген руководства в Семене. Вы хорошо идут это иметь ввиду с иронией, я так понимаю, да? Да, сарказмом. Сарказмом? Да. Наши действия простые, мы видим проблемы, которые действительно есть и с космическим аппаратом, там отдельно разбираемся и я думаю, что причины будут установлены и мы о них сообщим, хотя есть и партнеры, которые участвовали в разработке аппарата, здесь мы не снимая вины и не перекладывая на кого, должны просто определить истинные причины, после чего делать выводы. И то же самое касается и транспортного грузового корабля и собственно говоря и ракета-носителя Союз-2.1а, о котором много говорилось. И мы учитываем не только предыдущий большой и успешный опыт эксплуатации ракета-носителя и транспортных кораблей, но который на самом деле большой и серьезный и положительный. И они зарекомендовали себя и ракета-носителя и корабль очень хорошо. Но безусловно будем добиваться результатов, которые позволяли бы исключить возникновение таких нештатных ситуаций в будущем. Моя работа как руководителя Федерального космического агентства заключается в том, чтобы не реагировать на создавшиеся ситуации эмоционально, а то, чтобы дать работать людям профессионально, которые должны оценить результаты, причины происхождения и средства, которые позволят избежать таких ситуаций в дальнейшем, сделать необходимые выводы для того, чтобы в будущем таких нештатных ситуаций не повторялось. Если я ответил на ваш вопрос? Да. Хорошо. Ну, это слово сказать. Такие вещи случаются не только в нашей стране, не только в этой дарке. Пожалуйста, дальше. Да, пожалуйста. Девушка поздравится, потому что выжедут. Не хочется понять. Не планируется не из-за тимпетра, а произведение будет. следующий пуск из Кресетка назначен на дату 15 мая. Я уже сказал, что все материалы по расследованию этой нештатной ситуации будут представлены на 15 мая. Все материалы будут представлены Министерства обороны. Министерство обороны оценят. Я и будет принято решение. Пожалуйста, сдавайте. Михаил, газета не тот, микрофон, Мы вас слышим. Хотелось бы все-таки понять, в связи с тем, что недолетел грузовик, празднование Дня Победы на МКС каким-то образом изменится, настолько мы помним, именно этот грузовик идет туда в фрунт и какую-то праздничную еду возьмем. Мы знаем, что у нас это борцов и достаточно праздничной еды. Космонавты всегда очень внимательно следят за нашими национальными праздниками, особенно за таким праздником праздниками. Я лично дважды встречал в космосе. Это, наверное, были самые незабываемые моменты, когда смотришь на Землю и принимаешь в 7-9 мая. И уверяю вас, наши космонавты, причем, я бы так сказал, международный экипаж, который уже в течение 15 лет встречает в 9 мая, они будут едины и достойны его встретят на космическом облике. Не волнуйтесь. В европейские ленточки есть? Да, в европейские ленточки есть, но в европейские А? В европейские космонавты. Да. Вы знаете, вот по отношению многих праздников у нас бывают различные такие отношения могут быть национальными и так далее. А вот что касается дня 9 мая, победа. Вот тут единодушек мы его эффектируем уже в норме и в кодеке. Пожалуйста, дадайте вопросы на высокую спорту. Я все же попытаюсь задать вопрос. Если его, может быть, немножко затронули, прошу прощения, но не явилась ли эта ситуация таким мейшком к тому, чтобы провести глобальную апплейт какой-то ракет-носительный союз, либо, может быть, какую-то замену найти, потому что это не что-то как-то связано. Спасибо. Сегодня, когда я из ЦУД поехал, академик российской космонартики Железняков Я сначала начал выступление, слушал, о чем он будет говорить. Не знаю, но мне его выступление понравилось, честно скажу. Вот он настолько, поднимите в интернете, посмотрите, он настолько четко разворудши в некоторой ситуации, не предсказать, не предугадать, невозможно. Все-таки космическая техника вещь настолько сложная, что у нее есть определенный процент вероятности, выше которого ты не прыгнешь. И никто никогда этого не мог сделать. Если у ракеты-носительных Союз 97,3% надежность, все равно остается этих 2%. То, что произошла некоммерциальная ситуация, которую мы сейчас пока объяснить не можем, может быть, ясно одно, что это произошло в момент разделения, но это ни коей мере не может поставить крест на эксплуатацию ракет-носителей семейства Союза. Статистика, которую они имеют, такой статистики не имеют ни одно семейство ракет-носителей в мире. 1800 запусков. В сентябре будет 500-й запуск только с Гагаринского Статка. И при этом надежность на уровне, а может быть и выше уровня ракет-носителей других государств. Поэтому так говорить о том, что ракета-носитель, которая имеет такие показатели, с ней нужно что-то делать из-за того, что произошла несчастливая ситуация, но это очень преждевременно и абсолютно неправильно. Но в любом случае, когда мы говорим о будущем, мы прекрасно понимаем, что ракета-Союз, она достойная, она хорошая, она надежная, но она с богатым жизненным опытом. Естественно, нужно идти по пути ее модификации, по пути ее уменьшения стоимости, повышения надежности. И в рамках Федеральной космической программы на 16-25-е годы заложена работа по созданию и по разработке эскизного проекта новой ракеты-носительной среднего класса. Если она по характеристикам покажет себя достойной выйти на замену вот этой Королевской ракеты, мы, пожалуй, приступим к ее созданию и удовлетворению. Спасибо. Дима, насчет Бразилии, да нет, сейчас есть куда-то, во-первых, Дима, мы все время бьютия изменяет. Мы не стоим на нем. Мы уже несколько раз говорили, что у нас я не знаю уже какие-то спеть новые модификации, какая-то редакция, наверное, десятки редакций новых модификаций интеллекта нашего наземного контруправления. Все это цифровое контруправление достаточно сложно. И мы, конечно, идем по пути развития скорее спутников контруправления более современного, чем наземные и масштабные контруправления. Поэтому он тут не закроет о том, что любые неудачи, безусловно, ни одно событие у нас не проходит, незамечено, ни не отмечено в самом скорбородном образе. И многие неудачи движут нас вперед. Но надо думать, между какими местами мы все время видоизменяемся. В этом благо Международной космической станции, потому что происходит своеобразное постоянное перетекание технологий. Мы распределенным образом управляем одним космическим аппаратом большим количеством держав. Европейское космическое Содружество, НАСА, Япония, Канада. Мы очень внимательно следим за тем, что делают партнеры и перенимаем положительный опыт. Я пару слов добавлю, вот то, что Владимир Алексеевич сказал, абсолютно правильно. В первую очередь мы сейчас пошли по пути создания спутниковой системы ретрансляции и задействования ее в первую очередь. Создана система ретрансляции в луч. Мы поставили три космических аппарата на геосстанах. Сейчас у нас развивают работы и по МКНСу, посредством вытеков, по всем остальным. Для того, чтобы задействовать в первую очередь это гораздо дешевле, гораздо надежнее и гораздо продуктивнее с вами. Эффективнее. Больше времени. Как кто хочет задать в крайний вопрос наше господице? Сергей Мальченко. Как нас? Давайте. Простите. Ну, точнее, мы сейчас помнили зато партнеров. Они предложили свою помощь. У нас и в России и каким-то образом. Ну, вы понимаете, мы, в общем-то, все время работаем совместно с партнерами и даже дело не в том, что предложили, а это нормальная схема структуры работы. Когда мы, допустим, навигационные параметры, мы используем информацию ГЛОНАСС. Не ГЛОНАСС, а этого самого. GPS. GPS. Используем информацию навигационных систем НАСА, Европейского космического агентства. Точно так же и они используют наши системы возможности центра контроля космического расстава. Принцип работы. Я тоже хотел бы предложение вопроса Тима. Почему так мало зон, которые пролетал прогрессом, вопросов, в общем, об этом было? Сеансов связи, реальность, которые можно попытаться выключить корабль, но это мало. И это вопрос надену системы ранних скуток времени. Надо перетомшать с ручей, правильно? Нет, ну, скажем так, что у грузового корабля прогресс, так же, как у корабля Союз, у него модификация системного управления заточена на наземном управления. И надо сказать, этих зон нам вполне достаточно. Это такой быстролет, который буквально за 6 часов прилетает за 4-5, за 6 часов прилетает из-за старта. Значит, когда возникают непредвиденные ситуации, подобные, то мы здесь обмениваемся информацией с нашими партнерами и задействуем их наземные средства, например, нас, Вайсен, они нам помогают смотреть блузы, можно сказать, спорты. С помощью ресторанов-партнеров мы, которые не рекомендуют всегда широко предоставляют широкий спектр услуг для того, чтобы помощь. Равно даже какими документами. Потому что в процессе выхода, допустим, в американских капандрах мы очень активно работаем и с помощью всех наших неназемных и спутников СССР помогаем осуществить процедуру работы для в американских средствах. В американских сострагах. То есть наземных средств на кровь, на море, на выкидки. Уважаемые друзья, спасибо вам за внимание. Уточнение мы можем получить от наших предприцентров на службу. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Продолжение следует... Редактор субтитров Редактор субтитров